Искать альбом, если их много, да? И кнопки «Вставить» или «Вставить обложку альбома». Ну, давайте посмотрим «Вставить обложку альбома». То есть, во-первых, мы можем вот так обложку посмотреть. «Вставить обложку альбома» — просто вставляется обложка. Давайте посмотрим, как это будет на сайте. Сохраняемся. Переходим на сайт, обновляемся. На главные у нас, скорее всего, выходят избранные статьи. Оставлю звездочку, чтобы просто на главные ее увидеть. Получается, смотрите, вот она, статья-то у нас ниже идет. Если зайдем внутрь статьи, показать галерею. То есть, получается, мы можем красиво вывести на статье Joomla плитками вот такие вот наши галерейки. То есть, это обложка альбома. Если я кликаю, то здесь вот таким вот образом у нас с вами в просмотре идет уже фотографии с самого альбома. Это как вариант. Дальше удаляем. Вызываем еще раз альбомы и вставить непосредственно другая кнопка, видите, вставить. То есть, она у нас меняется. Нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Здесь у нас вот таким вот образом. Прямо в статье. То есть, у нас может быть много текста, отдельных картинок и плюс еще и слайд. Также вы должны понимать и знать, что вы можете вывести отдельную страницу с вашими альбомами или альбомом. То есть, вот меню, где. Вот у нас главное. И, соответственно, в меню добавить прямо пункт меню, то есть страницу непосредственно с галереей. Вы переходите в меню, майн меню. Создать. После установки компонента. Нажимаем выбрать. После установки компонента у нас появляется, видите, здесь DJ Media Tools. Если кликнем, есть три варианта. Но вот этот верхний. Это надо смотреть что-то с категориями. Это у нас константа подставляется, видите, перевода нет. Видимо, это какая-то новая функция в этом компоненте. Еще не успели тут внести перевод. И есть показ одного альбома, показ сетки альбомов. Вот как я и говорил. Можно выбрать. И здесь уже выбрать альбом из списка альбомов. И это будет выводиться отдельной страницы. Думаю, показывать я не буду. Здесь и так все понятно. Давайте рассмотрим другие интересные моменты. Переходим к компоненту DJ Media Tools. Давайте рассмотрим настраиваемые элементы. То есть для меня это было самое интересное, когда я это использовал. То есть когда я делал клиенту сайт на заказ, нужно было использовать два вида разных галерей, по примеру, сайта конкурента. И отлично подошел DJ Media Tools для данных целей. К сожалению, я сейчас не могу показать вам этот сайт. Там какие-то проблемы на хостинге. Выдает ошибку 403. Значит, переходим, смотрите. Настраиваемые элементы. Во-первых, у нас вот эти вот картинки отображаются и в видео. На самом деле они здесь отображаются. То есть именно сюда я их не загружал. То есть я их просто добавил в альбом вместе с вами. Вы это видели, как я это делал. То есть я их загрузил сюда и добавлял видео. Вы помните. И, соответственно, в элементах они здесь тоже есть. Соответственно, мы можем создать здесь новый элемент или из уже загруженных ранее изображений произвести какие-то изменения. Например, смотрите, ставим галочку напротив вот обложка 3. Например, здесь хотим что-то изменить. Ставим галочку, нажимаем здесь «Изменить». В появившемся окне можно поменять заголовок. Картинка элемента – это то, что вот эта картинка уже выбрана. «Бэкграунд видео» можно здесь вставить видео с YouTube. Посмотрим, как это выглядит. Ссылка на видео. Прямая ссылка на видео. Вот здесь вот нужно пояснить. «Бэкграунд видео» и «Ссылка на видео». Смотрите, «Бэкграунд ссылка» и «Записание». Я засунул в переводчик. «Воспроизведение короткого цикла и приглушенного видео вместо отображения статичного изображения». То есть, и как вставить ссылку. И здесь показано, что это не везде работает. Функция поддерживается в макетах слайд-шоу, слайд-шоу с эскизами и другие варианты. То есть, не во всех вариантах. Что это дает? То есть, смотрите, я обновляю страницу. То есть, я поменял, во-первых, на слайд-шоу. Звука нет. И это идет как заглушка. Видите, здесь написано обложка 3. На самом деле, обложка 3. И, если вы помните, вот обложка 3. Это цифровой аппарат у меня вот здесь. То есть, получается, вот это видео, это некая заглушка на изображение поверх. Соответственно, где мы вставляли вот это видео напрямую, здесь это видео идет. То есть, и со звуком, и со всеми делами. То есть, чтобы вы понимали, если где-то нужно ставить какое-то видео заставочку, возможно, короткую, то здесь этот вариант подойдет. Я нажимаю Clear, очистить, если мы хотим убрать это видео. Соответственно, ссылка на видео, то есть, это редактируется именно обложкой 3. То есть, какие возможности здесь еще можно сделать. А если мы вставляем изображение, вот именно ссылка на видео сюда. Давайте сохранимся. Обновляемся. То это будет видео. То есть, со звуком полноценное. Вместо обложки 3. Нажимаю Clear, очистить. Соответственно, описание. Мы с вами касались, там, помните, настройки показывать ли описание. Как раз-таки здесь мы можем это посмотреть. Обновляемся. Видим, вот здесь у нас есть описание слова в подложке. Какие здесь есть еще настройки. Вообще, на самом деле, очень важно. Вот именно справа. Ну, альбом. Показано наш альбом. У нас пока единственный альбом. Состояние опубликовано, не опубликовано. Если временно нужно отключить, можно снять с публикации. Дальше. Начал публикации. Завершение публикации. Это можно вообще не трогать. И вот интересный вариант. Настройка ссылок. Тип ссылки. Без ссылки. И дальше. Смотрите. Если выбираем пункт меню, можно сделать, чтобы этот эскиз, это изображение в вашей галерее вело, например, на home, то есть на главную страницу. Здесь будет список страниц, когда вы их создадите. Просто страниц больше нет, поэтому только здесь home. Целевое окно. Родительское окно. Новое окно. То есть, например, в новом окне перейти на главную. И атрибут rel. Здесь, в принципе, можно ничего не трогать. И seo настройки. Атрибуты изображения. То есть, атрибут alt. Это seo текст для изображения. И атрибут title. Соответственно, title. Для каждого изображения можно свой прописать, если у вас есть свои ключевые какие-то ключевики из Wordstat, Яндекс. Под каждое изображение здесь можно это все организовать. Сохраняемся. Обновляемся. Давайте покажу на примере другой. Обложка 2. Изменить. Например, здесь ничего не трогаем. Вот здесь поговорим. Пункт меню мы с вами посмотрели. Соответственно, без ссылки. Это никуда не ведет. И URL-адрес. Смотрите. URL-адрес. Может быть, сторонний адрес или внутренняя какая-то страница. Ну, обычно это может быть сторонний адрес. URL-адрес прописываем здесь. Целевое окно, например, в новом окне. И сохраняем. Это обложка 2. Идем на сайт. Обновляемся. Вот у нас обложка 2. По клику именно по заголовку. Вот здесь вот обложка 2. Нас перебрасывает на тот адрес, который я указал. Но при клике на само изображение открывается Lightbox. Здесь можно будет отключить Lightbox. Скорее всего. И прямо, чтобы по изображению кликало, переходило. Я думаю, здесь это точно можно настроить. И статья. Одно из самых тоже интересных. Например, представьте. Вы каждое изображение можете настроить, чтобы оно выводило на разные. То есть, эта картинка выводит на статью. Другая картинка из вашей галереи выводит на какую-то страницу. Третья картинка выводит на сторонний сайт. Вы посмотрите, какая гибкость здесь. Выбираем статьи. И статьи. Выбрать статьи. Я создал тестовые статьи. Для примера. Несколько штук. Выбираем статью. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. Соответственно, это второй слайд. Опять же, здесь Lightbox. А по клику по заголовку. На самом деле, вот она статья 2. Открылась. Чтобы на всех страницах не отображался этот слайд. Соответственно, то есть, внутри статьи, чтобы ее не было, нужно создать пункт меню. Можно его скрыть. Если не надо, чтобы он выводился в меню. Когда будет свой пункт меню у слайда, он будет отображаться именно на тех страницах, где вы указали. То есть, страница 2 в открытом виде, это уже не главное. Соответственно, вот здесь его наверху не будет. Здесь, по идее, должна была открыться только страница. Но это уже базовые навыки Joomla. Если вы их знаете, хорошо. Если нет, теперь уже тоже знаете. Вот эти важные моменты, которые я хотел показать. Мне они были полезны. И они мне очень нравятся. Вот именно выбор для каждой картинки. Вот для каждой нашей загруженной. Соответственно, если вы сюда настраиваемые элементы, добавляете совсем новый элемент. Заголовок, картинка этого элемента. Все, настраивайте. Выбирайте альбом. То есть, она будет помещена в тот или иной альбом, где вы укажете. Выбирайте тип. И будет вам счастье. Возвращаемся к альбомам. Здесь ситуация та же. Помните, альбомы не показываются. Дополнительные элементы, когда уже сохранили. То есть, при сохранении альбома, вот здесь вот, статьи Joomla. Эти элементы можно выбрать. У нас было выбрано с вами дополнительные элементы. Соответственно, товары DJ-класса Fields и другие интеграции с компонентами. Я думаю, это по аналогии. Вы уже потом сможете настроить, если вы будете использовать эти компоненты. Статьи Joomla. Если выбираем, есть ряд настроек. Давайте по ним пробежимся. Режим обычный, динамический. Можно оставить обычный. Параметры динамического режима. Показать на странице материалов. Показать или нет. Опять же, надо смотреть, как это будет смотреться. Параметры фильтрации. Изображение материала. Показывать ли изображение. Скрыть только изображение. Тип. То есть, это будут именно прямо статьи транслироваться, проказываться прямо в галереи. Показывать изображение. Да, нет. Тип фильтрации категории включить, исключить. Материалы дочерних категорий, если они есть. Глубина. Метки. Тип фильтрации включить, исключить. Автора показать или нет. Авторы, да. Все авторы. Или убрать отсюда. Ну, то есть, чтобы не показывались прямо в галерее. Тип фильтра по псевдониму автора. Это я тоже уберу. ID материалов, которые необходимо исключить. Про ID материалов сейчас позже покажу, если вы не знаете. Можно исключить из показывания этих материалов в галерее. Фильтры по дате. Включить диапазон даты и так далее. И это я, наверное, бы не трогал. Параметры сортировки. Также можно выбрать направление сортировки. Параметры отображения. То есть, что показывает. Дата. Последнее поле даты. Формы даты. Категория показателей. Да, нет. Количество просмотров. Авторы. И отметить галочками. Интертекст. Вступить. Полный текст. Метод description. То есть, мета описания. Показатели full articles. То есть, в полной статье показатели и изображения. Интер images. Показывать ли интер images. Но тут опять же. Статьи у меня созданы сейчас без фотографий. Показать не смогу. Галочки стоят. Здесь просто надо понимать, что здесь написано. Картинка по умолчанию. Можно что-то выбрать. Описание добавить. Альбомы, если надо. Пускай будет альбом 2. Показывать все параметры. Давайте назначим изображение именно альбому. Сохранить. И закрыть. И смотрите. Вот здесь вот меняется источник. Источник. Вот здесь вот, если показаны настраиваемые элементы. Это вот это у нас, да. А здесь у нас источник контент. Ну, статьи. Соответственно, если здесь будет выбран источник. Там DJ каталог. Здесь иконка тоже будет меняться. То есть вы прям по иконке визуально сможете эти альбомы отличать между собой. Теперь, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Вообще, как это выводится. Надо создать новый модуль для альбома 2. Просто возвращаемся с вами в модули. Создать. DJ Media Tools. Еще один создаем. Называем, например, статьи. Пускай будет это тоже показываться в позиции баннер. Опубликовано. Выбираем, например, только на указанных страницах. Но у меня только главное. Поэтому главное я оставляю. Настройки смысла трогать нет. Вы их уже знаете. Как их настроить уже умеете. Индивидуально. Или глобально. Здесь самое главное альбом выбрать. Именно статьи. Нажимаем вот здесь напротив выбрать. Сохранить. Идем на сайт. Обновляемся. Специально пометил статьи, чтобы вы просто видели. Это обложка. Именно альбома показывается. Статья. Вот название. Это название именно статьи. Дальше. Вот здесь, если вы видите, написано. Меня зовут Федор Васильев. Это идет текст реальной демо статьи, которую я создал. И вот они и дальше идут. Статья 2, статья 3, статья 4. И везде показывается одна картинка, так как это было загружено обложкой. По идее, там можно сделать, вывести, чтобы показывались, например, изображения статей. Просто дело в том, что в самой статье у нас нет ни одного изображения. Если я перейду в статья, открывается ниже сама статья. Вот смотрите. Вот видите, статья 3. Кликаю по заголовку. Вот здесь меняется статья 3. То есть открывается ниже именно статья 3. Соответственно, как я уже говорил, вот этого, вот этого, вот эти модуль, их здесь не будет. Как только, например, для статей будет сделана отдельная страница. Просто статьи тоже выводятся на главный здесь. Вот здесь вот в пункте меню создадим, например, страницу для каких-то статей отдельную. Тогда эти модули не будут здесь отображаться. Будет все красиво и корректно. И, соответственно, статьи голые. Видите, здесь нету картинок. Опять же, я думаю, вы здесь справитесь. Когда вы будете настраивать картинки. Единственное, здесь есть пометка по фотографиям. Именно в статьях. Смотрите, когда мы с вами настраивали только что DJ Media Tools, альбомы. Вот именно отображение. Вот видите, вот показывать ли здесь вот full images, inter-images вступительное. Вот эту вот опцию. Скорее всего, речь идет о каких изображениях. Когда вы создаете статью, зайду в какую-нибудь статью, по привычке, по старинке многие вот прямо сюда загружают изображение статей. То есть ставят курсор, нажимают, например, изображение и загружают. Скорее всего, вот это не для этого, не тот случай. Скорее всего, нужно вот перейти изображение ссылки и изображение для вступительного текста статьи. Она загружается здесь, и изображение полного текста статьи это здесь. То есть полного текста статьи это после знака Red More, то есть подробнее перейти в полную статью. Вот здесь вот. То есть надо сделать полноценные статьи, загрузить как минимум картинку здесь, картинку в полную статью, а только после этого потом приступить к настройке отображения статей через DJ Media Tools. Я думаю, это понятно. Теперь Presets. Presets, Presets это заготовленные какие-то шаблоны, которые мы с вами готовим, чтобы потом ими воспользоваться, не затратив много времени. То есть, например, мы сделали заготовку в виде настроек под галерею. То есть мы переходим вот здесь Presets. Ниже все знакомые для вас настройки. Мы как будто готовим галерею, так как хотим, чтобы она выглядела. То есть выбираем макет альбома, сортировку, ссылки, что отображает, что не отображает. Все готовим. Presets. Например, он готов. Дальше мы выбираем Presets Name. Название Presets. Например, единица. И нажимаем Create New. Тем самым мы создаем Presets. И вот здесь в списке он есть. Причем мы можем создать несколько Presets с разными настройками. То есть вот мы создали Preset 1. И у него начинается, видите, макет альбома Masonry. Что мы делаем дальше? Например, второй Preset. Он будет, например, Slideshow. И производим различные настройки для этой галереи. Добавляем там кнопки, если надо, и так далее. Все настроили. Да, момент здесь. Выбираем сначала вот этот вариант. Потом мы с вами, например, Slideshow. Эффекты. Все настраиваем. Выбираем 2. Create New. Создаем еще один Preset. И получается у нас с вами 2 Preset. Если выбираем один. Обратите внимание, сразу настройки меняются. Макет выбранный. Вы помните альбомы Masonry. А здесь уже Slideshow. Соответственно, все настройки низу меняются. И как это можно быстро применить где-то. Уже сразу в модуль, например. То есть Preset готовы. Например, переходим в модули. Создаем. Создаем новый DJ Media Tools. Например, новый альбом для какой-то страницы. Выбираем его здесь. Пишем заголовок здесь. Позицию там выбираем. Например, опять в баннере. И вот он, видите, Presets. То есть, чтобы нам каждый раз не создавать, не писать все эти настройки в каждом новом модуле. Мы уже все с вами заранее заготовили в Preset. И мы с вами нажимаем Preset. Вот здесь вот, видите, сразу. 1, 2. Только что созданы наши Preset. Выбираем 1. Выбираем альбом. Preset 1. Заголовок. Ну, как-нибудь назовем. Сохранить. И что происходит? Вот эти все настройки ниже, наследовать, наследовать, они тут так и остаются. Нам только лишь нужно выбрать Preset уже с готовыми настройками. Я выбрал альбом 1, Preset 1. Сохранился. Обновляюсь. Masonry. Вот этот эффект. Смотрите. И как быстро я могу поменять Preset? Просто ставлю Preset 2. Сохраняюсь. Для этого же альбома. Иду на сайт. Обновляюсь. И макет меняется, потому что Preset был создан с другим макетом. Видите, как это просто, Preset'ы можно использовать. Я думаю, я понятно вам рассказал и объяснил про компоненты G-Media Tools. Вроде бы все рассказал, ничего не забыл. Если вдруг я что-то забыл, напишите мне в комментариях. Я посмотрю, если потребуется дополнительный урок, то я его запишу. Осталось рассмотреть только документацию, но это ссылка на сайт разработчика на английском языке документации компонента. И мы с вами говорили про плагины. На самом деле, заходя сюда, это немножко неудобно. Здесь вот есть кнопка плагина. Если мы перейдем, все эти плагины, которые участвуют в этом компоненте, они здесь. И здесь гораздо проще было бы разобраться. Здесь нет сторонних плагинов Joomla. И здесь мы отключаем плагины, которые нам не нужны или включаем. Вроде бы основы я вам дал. Все рассказал. Надеюсь, вам было все понятно и интересно. Замечательный компонент. Это не просто реклама. Я им пользуюсь сам. Я использовал в разработке сайта на заказ этот компонент. Он отличный. Надеюсь, вам тоже зайдет. На этом серия уроков ProDig Media Tools подошла к концу. Я с вами не прощаюсь. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok